Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Здравствуйте, Леонид Олегович. Продолжаем тему, которую мы с вами подняли, но безумно интересно. Окислительный стресс, карбонильный стресс. И есть же еще один. И есть еще один. Какой? Он называется нитрозативный стресс. Нитрозативный? Да. Ну, начинаем. Включаем секундомер. 12 минут. Окислительный стресс, карбонильный стресс, нитрозативный стресс. Ну, вот три человечка. Ну, вот как бы вы их соединили? Какой стресс самый большой, какие равные? Вот можно их как-нибудь вот там расставить? Где первый, второй, третий? Как они между собой? Я бы их расставил так. Так, вот этот вот великий, он протягивает руки. И по большому счету от него зависит развитие вот этих двух. Они, конечно, не то чтобы незначительные, они тоже очень важны и требуют контроля. Нитрозативный и карбонильный стресс. То есть окислительный стресс, когда вот вырастает до такого вот размера, он из друга превращается во врага и начинает растить два еще очень серьезных факторов инфломейджинга. То есть это такое опасное трио? Это опасное трио. Это опасное трио? Да. Когда подрастают эти человечки. Такое трио разрушителей, скажем так, да? Да. То есть вот эти два сами, они не могут по отдельности, они маленькие. То есть без него, без окислительного стресса не будет этих стрессов, да? Не будет, не будет. Потому что вот эта вся история, вот и окислительный, и нитрозативный, они напрямую связаны с вот этим, со сдвигом окислительного восстановления реакции. Слушайте, как интересно, мы всегда с вами говорим о том, что треугольник самая устойчивая фигура. И нужно всегда искать трио здоровья, а это получается трио нездоровья. Мы с вами создали, нарисовали, визуализировали и внедрили треугольник иммунного, репродуктивного, эндокринного здоровья в фундаменте железа, а по бокам эстрогены и кортизол. А это получается трио, соответственно, и иммунного, и репродуктивного, и когнитивного, и физического, и сердечно-сосудистого. Вы же с этого начинали. Да, безусловно, потому что вот здесь вот находится у нас сердечно-сосудистая система, я бы здесь поставил сердце, которое очень чутко реагирует, и здоровье которого зависит от этого трио, от его окружения. И будут нюансы в лечении. В профилактике понятно, мы должны профилактировать окислительный стресс. Прежде всего окислительный стресс. То есть если мы справились, да, профилактируем и правильно лечим, не будет вот этих. Не будет. То есть если уже мы что-то сделали не так, мы опоздали, случился окислительный стресс, сразу будет и карбонильный, правильно, который будет приводить к гликации, засахариванию белков. Да. А белки это все. На самом деле гликация – это соединение глюкозы с белковыми структурами. То есть здесь понятно, то есть мы должны применять антигликанты, дегликанты, правильно? Да. И мы с вами говорили про французов, почему у них так все хорошо, но они начинают заниматься профилактикой гликирования в 12 часов. В 12 часов дня. В 12 часов дня. В баре нету ни одного свободного места. Очередь. И французы обожают очереди. Они прям стоят в этих очередях. Очередь, чтобы сесть и выпить бокальчик антигликанта. Да, сухое вино. И белое, кстати, и красное. Сухое, красное. Они предпочитают сухое, красное. Потому что мы с вами знаем, что один бокал красного вина по антиоксидантной активности, опять окислительный стресс, приравнивается к восьми бокалам белого. То есть здесь, понятно, случилось, мы должны усиливать работу над гликацией и дегликацией, правильно? Есть препараты, не будем сегодня об этом говорить. А вот этот стресс, что делать? С нейтрозативным стрессом? Нитрозативный. Почему он так называется? Он так называется, потому что проявлением этого нитрозативного стресса есть образование окисленной формы оксида азота. Оксид азота нитро, да, это азот у нас. Поэтому он называется нитрозативный. И вместо обычного оксида азота, важнейшего газообразного гормона, появляется большое количество вот этого окисленного ЭНО. А он является разрушителен для... То есть здесь засахариваются белки. Да. А здесь нарушается ЭНО. Газообразный гормон, который живет там всего 4 секунды. Он и так мало живет, а он еще окисленный и неполноценный. Он не просто неполноценный, он очень опасный. Это яд, яд просто невероятной силы для эндотелиоцитов, для эндотелия наших сосудов. Он разрушает и гематоинцилфолический барьер, он нарушает функционирование сосудистой стенки. Давайте, вот как клинический. То есть я понимаю так, что клинический гликацию мы увидим как? По тем самым преждевременным морщинам. Потому что будет гликироваться коллаген. Коллаген. Эластин. Совершенно верно. Коллаген, эластин, кристаллин. Кристаллин – это помутнение хрусталика и ухудшение зрения. То есть можно увидеть, окулисты видят. То есть если появилась катаракта, то катаракта – это… Мы раньше думали, что катаракта – это проявление окислительного стресса. То есть это немножко не так. То есть катаракта – это проявление карбонильного стресса. А знаете, что еще интересно мы увидим? Мы увидим варикозное расширение вен. Потому что это нарушение строения и старения как раз венозной стенки. В том числе за счет гликирования эластина, коллагена в этой самой венозной стенке. Так. А как мы клинически увидим нейтрозативный стресс? Это все то, что называется вегетисосудистыми дистониями. Это и артериальная гипертония, это и падение давления. Это и головные боли, это и нарушение сердечного ритма. То есть это все, что связано с так называемой эндотелиальной дисфункцией. Все, что связано с сердечно-сосудистой системой. Это прежде всего мы это заметим. Ну вот приблизительно так. Есть еще и лабораторные, и инструментальные способы диагностировать эти стрессы. А вот та самая тахикардия компенсаторная в ответ на гипоксию, это же, наверное, и будет проявление как раз-таки нейтрозативного стресса. Совершенно верно. Я и говорю, что здесь должно находиться по центру сердца. Оно будет реагировать и подстраиваться. То есть если сейчас те, кто нас слушают, измерят свой пульс, состояние покоя, и он окажется выше 72, то это и будет проявление нейтрозативного стресса. Да, можно так сказать. То есть дефицит железа, либо дефицит омег привел к окислительному стрессу, он призвал вот этот, то есть это банда разрушителей. Да, совершенно верно. А у нас, понимаете, есть механизмы агликации, есть дегликации, то есть организм защищается от этих стрессов. Главное, чтобы не вырос вот этот самый, так скажем, пусковой, тот самый окислительный стресс. А вот все-таки, а какой из них, понятно, что без вот этого не будет вот этих стрессов, а вот если уже вот они случились, и если вдруг вот этот вырос или вот этот вырос, какой из них опаснее? Этот вопрос очень сложный, но вот в данном случае не случайно они одного размера, вот эти вот два стресса. Они будут только вместе расти, да? Они растут вместе, как... Они такие как бы близнецы, получается, да? Да, как два молодца из ларца. Такие однояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы. И крайне опасные. Они вызывают, вот от них зависит и развитие и сахарного диабета, вот, кстати говоря, да, типичные проявления вот этого карбонильного стресса, это когда повышается, например, гликированная гемоглобина, когда нарушается админ глюкозы, белки перестают функционировать правильно. Параллельно начинает развиваться нейтрозативный стресс. Это очень неприятная ситуация. И они начинают расти. И они, вырастая, они своего прародителя, они тоже повышают наверх. То есть это вот трио, на самом деле, оно очень легко превышается в зло. В нашем треугольнике здоровья, каждый компонент здоровья усиливает, да, чем, чем менее выражен дефицит железа, да, то есть если это будет компенсировать там дефицит эстрогенов там и кортизола, правильно? Совершенно верно. И тем позже наступит, на самом деле, и будет нормальная выработка и половых гормонов. На самом деле профилактика, эйджинг, старение, профилактика, ликвидация вот этих вот стрессов, контроль над ними, приводит к тому, что позже наступает инфламейджинг. Сколько у нас с вами осталось? У нас осталось еще две минуты. Ну, мне кажется, мы с вами сегодня очень просто поговорили об очень сложном. И без вот понимания, наверное, трех вот этих стрессов, ну, лечение, профилактика, никаких заболеваний невозможно. Я с вами согласен, и будет очень интересно услышать обратную связь, все ли понятно в том, о чем мы сегодня говорили. И я думаю, что следующую встречу мы посвятим диагностике лабораторной, инструментальной вот этих вот трех стрессов. Это очень важно, чтобы каждый мог провести персональную свою смарт-диагностику, понять, насколько выражен или не выражен окислительный стресс, карбонильный стресс. Я думаю, новое слово сегодня было для всех. Нитрозативный. Нитрозативный стресс. Да, это тема, о которой должны разбираться все. Спасибо большое за внимание. Спасибо за интересное. Да, спасибо. Очень интересно. Я для себя узнал очень много нового. До свидания. Продолжение следует. Спасибо за просмотр. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...